И после, и очень часто вас обвиняют в том, что вы продаёте корону. Вот скажите, хоть раз вы её продали, вам предложили деньги? На самом деле, это не только о конкурсе «Миссис Казахстан» такие разговоры. Любой конкурс, который проводится, это всегда состязание, это всегда победители и побеждённые. На то это и конкурс. И, к сожалению, не всегда люди, которые проигрывают, они могут адекватно оценить своё участие, свой вклад. И, к сожалению, бывает какой-то негатив от этих людей, которые исходят. Вы знаете, это касается всех конкурсов. Я не знаю ни один конкурс, в котором бы не обвинили организаторов или членов жюри в том, что они продают какие-то места. На самом деле, просто я и на пресс-конференциях об этом говорила всегда, что для того, чтобы продать место, как минимум нужно договориться с членами жюри. А в нашем конкурсе это минимум семь, семь уважаемых и известных женщин в стране. То есть это я, как организатор и потенциальный продавец короны. Должна подойти к каждому из них, хотя бы к пятерым, потому что должно быть большинство голосов за того человека, которому я хочу это продать. И договориться с тем, чтобы он своё честное и известное в стране имя поставил под тем решением, которое нужно мне. Потому что я получаю за это деньги. Или как минимум я должна поделиться с этими людьми. Ну то есть это абсурд, вы сами понимаете. Потому что, как всегда, членами жюри становятся люди, которым доверяют. Это авторитеты. Да, каждый в своей сфере. Представители жюри у нас всегда Гульшара, Анна Ушаевна, Абдекалыкова. Председатель национальной комиссии по делам семьи и женщин. Я сама ни разу не сидела в жюри, потому что, во-первых, мне не до того, я организатор, у меня куча организационных вопросов. Ну можно сказать, что последнее слово за вами. То есть когда уже все оценочные листы собраны. И что вас спрашивают, Джамиля, вот мы выбрали такую-то девушку. Ну на самом деле меня не спрашивают, потому что система очень простая. Система просто подсчёта голосов. Количество баллов, Динар, вы это знаете, потому что мы сохраняем потом эти оценочные листы. То есть система просто пятибалльная оценки каждого конкурса, который входит в сам конкурс. Ну допустим, пять конкурсов по пять баллов. Это максимально, минимально балл там ноль. И она, каждая участница, каждый член жюри выставляет количество баллов. Потом они просто суммируются. И у кого самое большое количество баллов, тот и побеждает. И на самом деле, как подойти и сказать, что вот у этой девушки у неё не большее количество баллов. Ну пожалуйста, у конкурса очень плохое финансовое положение. Но вы понимаете, что это как минимум смешно. И просто невозможно, потому что эти все оценочные листы, они сохраняются. А потом я вам хочу сказать такую вещь, и вы тоже это как телевизионщик и журналист, вообще просто человек понимаете, что литера видно всегда. Камеру и сцену обмануть невозможно. Даже если бы ко мне обратились с такой просьбой, и я бы согласилась на то, что я продам эту корону. И вышла эта девушка, эта женщина, эта потенциальная, которая хочет мне её приобрести, на сцену. И она бы просто не смогла открыть рот. Потому что у нас ни конкурс, ни выходы в купальниках. У нас не конкурс красоты. У нас конкурс самодостаточных женщин, которые в этой жизни добились успеха. В профессиональном, в семейном вопросе, которые просто занимаются какой-то социальной деятельностью. И если она выйдет, и ей нечего о себе сказать, нечего рассказать о своей семье. У нас есть интеллектуальный конкурс. Не ответит на один из вопросов. Не сможет приготовить это блюдо. Не сможет выполнить условия этого конкурса. Как? И это будут сидеть, как минимум, видеть все сидящие в зале. А более того, там, все телезрители национальных каналов, которые являются нашими информационными партнерами. Как я смогу после этого подойти к членам жюри, когда это настолько очевидно? Потому что сцена, она обнажает людей. И под цветом софитов человек становится вот каков он есть. Если он только не суперпрофессиональный актер. Но даже если он суперпрофессиональный актер, это его достижение. Правильно? Если люди, профессиональные журналисты, вы, допустим, как вы, Динар, да? Вы смогли представить себя так. Вы обладаете искусственным самопрезентациям. Но это же ваше достижение. Если рядом с вами другие девушки не смогли себя так самопрезентовать, самовыразить. Но поэтому вы и получили корону. И как сказала Рошан Бергенбаевна, Сарсенбаева, она тоже была, вы помните, тот год. И вот каждый год членам жюри. Были очень яркие девушки, и каждый год они есть. Но опять же, не это критерий. Не конкурс красоты. Она сказала очень хорошую фразу, которая как раз касалась вас. И вообще определяет, наверное, концепцию нашего конкурса. Миссис Казахстан должна быть леди. Ее не должно быть много. Это не значит, что яркая, пышная девушка сможет победить, которой очень много. А именно женщина, которая обладает массой достоинств. Достоинством. То есть можно сказать, что конкурс Миссис Казахстан, когда он проводился в 2008 году, в самом начале, было еще непонятно, кому участвовать в этом конкурсе. Но это однозначно конкурс не для домохозяек. Да, это конкурс для женщин, у которых есть социально активная жизнь, так скажем. Это может не быть бизнес или какая-то работа. Это может быть общественный фонд. То есть она обязательно должна заниматься какой-то деятельностью. Вот что касается конкурса, который проходил в 2011 году, когда Миссис Казахстан стала Виктория Маминбаева. Очень многие говорили о том, что Виктория Маминбаева не только успешная бизнес-леди, мама шестерых детей, красавица, но и ваша подруга. Да. Практически я ответила в предыдущем вопросе, что невозможно повлиять на жюри. И опять же подойти к членам жюри, вот семь человек, да у нас было, вы видели, кто входил в состав, и сказать, знаете, она не просто мама шестерых детей, успешная дама, она еще моя подруга. Ну, пожалуйста, поддержите их. Я не могу запретить своим подругам участвовать в этом конкурсе. Вы меня, конечно, извините. И более того, я считаю, что каждая из моих подруг достойна короны Миссис Казахстана. И когда был первый конкурс, я уговаривала своих подруг поучаствовать, потому что у меня были большие сомнения насчет того, что многие женщины в нашей стране решатся пойти на такой конкурс. Потому что одно дело, когда участвовать в конкурсе Мисс, определенного возрастного критерия. И другое дело, участвовать уже после 25 лет, когда ты уже мама, уже состоявшаяся, у тебя определенный статус, определенный круг общения. Я уговаривала своих подруг, говорю, девочки, ну если вы не пойдете, вы же каждая, моя подруга, достойная того, чтобы стать Миссис Казахстан. Они мне говорили, а ты нам будешь помогать? Я говорю, ну как, я вам помогу. Как я? Вот вы будете участвовать, как все, потому что вам выходить на сцену. Я не смогу выйти с вами, как с Викторией, на сцену, например. Каким образом бы я могла ей помочь? Держать ее за ручку и суфлировать, и отвечать на вопросы, или суфлировать, и помогать выходить. Потому что, вы знаете, в конкурсе был выйти из ситуации, да? То есть невозможно было предугадать, какая ситуация попадется ей. Это все более случая. И опять же, когда Виктория вышла на сцену, да, вы ее видели. Стройная блондинка с медалью Алтын-Алха, мама шестерых детей. И она, когда все это сказала, у нее дед Целиник, который орден Ленина, и она на казахском отлично владеет английским языком. И при этом у нее есть и активная деятельность. И она, когда сказала, например, в Алмате, после ее самопрезентации жюри сразу сказали, ну, это миссис Казахстан. Джамиля, мне интересно, а вот если бы не вы были организатором конкурса «Миссис Казахстан», сами пошли бы участвовать в таком конкурсе? Мне часто задут этот вопрос, я всегда на него отвечаю так. Ну, есть люди, которые организовывают конкурсы, есть люди, которые участвуют в конкурсе. На самом деле, хотя я профессиональный спортсмен, в прошлом я никогда ни в одном конкурсе в своей жизни вообще не участвовала. Но мне интереснее организовать этот процесс, вообще вот эта вся вот закулисная, да, вот суета, вот эта жизнь. На самом деле, я фирочить его делаю еще и свою любую к телевидению, потому что все равно я скучаю и по телевидению, и по монтажу. Сама сижу на монтажах по несколько недель потом этого. И просто мы привыкли делать, у нас же есть и вентагентство, вот такие большие проекты. Это был и «Золотой диск» раньше, а сейчас это «Миссис Казахстан». Ну, я очень люблю этот проект, и надеюсь, что он будет жить еще долго. Ну, дай бог. Я подготовила для вас небольшой блиц-опрос. Я бы хотела, чтобы на следующие вопросы вы отвечали как можно коротко. У вас есть недостатки? Конечно. Какие? Ну, ленюсь иногда, я думаю. Это с вашей активностью? Конечно. То есть я не могу сказать, что я всегда с большой радостью бегу по утрам на тренировку. А у меня ощущение, что Джиндаль Бетов – это биоробот. Я не могу вставать. Даже не знаю, как реагировать, радоваться. Нет, на самом деле, мне часто с трудом это дается. Я не могу вставать так рано, допустим, как мой муж. Ну, вот во сколько вы просыпаетесь? Ну, я провожаю утром детей в школу, мне обязательно потом часик надо доспать. Потому что, ну, вот для меня вот количество сна очень важно. Если я не выспалась, все, у меня день не пропадает. Ваши сильные стороны? Я думаю, ответственность. В первую очередь, мне гиперответственность, но я даже сама устаю от этого. Честность и уважение к людям. Как вы выглядите обычно по утрам? Не очень. Каждое утро. На самом деле, это зависит от количества сна, которые я поспала. Потому что у меня младшая дочь еще маленькая, и ей 5 лет. И все 5 лет я сплю с ней. Ну, девочка, мой поздний ребенок, я думаю, что, наверное, последний. И мне как-то вот хотелось спать с ней, потому что старший сын у нас как-то самостоятельно так в этом смысле вырос. И все равно вот этот момент недосып, он вот постоянно как-то присутствует. Сейчас, конечно, уже легче. И если я не доспала или что-то, то, конечно, мне нужно время, чтобы прийти в себя. И внутренне, и внешне. А что для вас красота? Ну, я думаю, я скажу банальность, но, тем не менее, это так, да, со всех точек зрения. Все-таки, в первую очередь, это красота внутренняя. Если человек злой, мы недавно с подругами обсуждали этот момент, сплетничали про одну даму. И если человек злой, недовольный жизнью, не умеет радоваться, не умеет дружить, не умеет любить, несмотря ни на какую красоту, которую ему там дала природа, он будет некрасив. Как вы относитесь к слухам? Вы знаете, я научилась защищаться от них, потому что это, наверное, все-таки где-то оборотная сторона нашей профессии, с вами, Динар. Потому что я же много лет работала телевизионщиком, и ведущей, и ведущей концертов. И люди нашей профессии все-таки не избегают вот этого момента. Есть хорошие, есть не очень, а есть откровенно неприятные. Ну, со временем ты начинаешь учиться выстраивать защиту для себя. Потому что если все воспринимается очень близко к сердцу и проводить через себя, тебя просто может не хватить. Ты можешь или разрушить свое здоровье, или психику, как минимум, да, или там в неврастейника превратиться. Поэтому я подумала, что, ну, если о нас говорят, так же, как о нашем кодексе, да, или журнале, значит, мы того стоим. И не стоит обращать внимания просто на людей. Мне даже как-то уже со временем становится их жалко, что, наверное, заняться больше нечем. Но если вы знаете, что этот человек говорит о вас плохо, но при этом вы с ним здороваетесь, видитесь, да, и вы видите, что человек вроде к вам доброжелает, но вы знаете, что он говорит о вас плохо, вы будете с ним общаться? Дружить нет. Дружить нет. Да, то есть раньше, ну, вот все-таки есть какие-то моменты, наше воспитание, да, я даже стеснялась не поздороваться с таким человеком. То есть вот мне как-то было неудобно, хотя неудобно должно быть, наверное, ему, да, все-таки. То как-то я вот с возрастом, знаете, научилась, даже могу не поздороваться. Важно же мне просто, я считаю, что я уже могу себе где-то позволить, в силу там своего возраста, да, что иметь какую-то свою позицию по отношению к этому человеку я не люблю вранье. Меня вот всю жизнь учили, что самое неприятное и противное, это когда человек врет. И если он, получается, он врет мне в глаза, если он на самом деле там мне недолюбливает, и кидается мне на шею и представляется другом. Ну, слава богу, таких случаев практически нет в моей жизни. Как долго вы можете хранить обиду? Умеете ли вы обижаться? Мне может быть неприятно, но я считаю, что обида – это неконструктивное настроение вообще, да, то есть это ни к чему не приводит. Я предпочитаю всегда все проговаривать, если есть какие-то моменты недопонимания. Скорее всего, в большинстве СМ это просто какое-то недопонимание, там, недокоммуникация, да, если можно так сказать. Поэтому я предпочитаю все проговаривать, а не носить и не удержать себя. Тем более, я очень люблю разговаривать и общаться. Ваше любимое блюдо? Наверное, блюдо японской и китайской кухни. Только приехала из Сингапура, прям еще раз поняла, как я это все люблю. Сами готовите? Нет, я сама не готовлю. Ну, вот одна родственница мужа научила меня профессионально готовить бешбармак, и я стараюсь это иногда делать. Ну, вам нравится вообще находиться на кухне? Да, вы знаете, я думаю, что я со временем все-таки, наверное, пойду на какие-то курсы, потому что это все-таки очень важный момент для семьи. У нас есть, конечно, профессиональный повар, и в первую очередь я не готовлю в силу там своей занятости. Но я считаю, что если у тебя есть семья, и есть люди, для которых стоит постараться, то всегда можно найти время, и на самом деле это нужно делать. Я очень уважаю женщин, своих подруг, которые вот находят время и любят, и профессионально умеют это делаться. Я прям хочу очень научиться. Мне интересно, какая у вас самая необычная вещь есть в вашем гардеробе, потому что я знаю, что вы любите красивую одежду. Я вас всегда вижу в разной одежде, практически ничего не повторяется. Ну вот у меня есть, наверное, одни ботинки, гальяна, которые, как говорит одна моя подруга, в эре красивые, но в эре неудобные. Они очень необычные. Да, потому что в них можно только выйти, сесть и не шевелиться. Но на самом деле они, да, привлекают внимание. Но вот какие-то очень экстравагантные вещи я все-таки не могу себе позволить. Мне это может нравиться на ком-то другом, кто умеет носить такие вещи. Я все-таки больше классический стиль. Но вы можете себе позволить купить что-нибудь из Зара, например, или Манго? Да, конечно, Тинар. Это абсолютно нормально, да, какие-то базовые вещи, маечки. Детей я вообще люблю одевать в Заре. Как вы думаете, у вас есть медлепрежелатели? Я надеюсь, что нет. Книга или интернет? Книга. Книга. Ну, в интернете я вот заметила, что если раньше вас в социальных сетях не было, в последнее время вы уже стали так более активны в Фейсбуке. Да, я стала активны в Фейсбуке. Но прям откровений таких там, конечно, я не вижу. Ну, вы знаете, каждый приходит в соцсеть, наверное, с какой-то своей целью, да. Все-таки для меня, в первую очередь, это были бизнес какие-то цели в плане там каких-то промоушена, да, каких-то. И потом, вы знаете, одна моя подруга у меня убедила в том, что очень много интересных людей, и которые могут стать источником там новых тем для нашего журнала. Так оно и оказалось, на самом деле, читая вот посты, которые пишутся, да, разными людьми, вашими, вами в том числе. Я часто для себя какие-то темы нахожу. Иногда бывает, что даже там среди ночи пишут там Лене Врачевской, нашему главному редактору, а давай вот об этом напишем, вот у этой такая коллекция есть, вот это вот. Но очень много интересных вещей, и в первую очередь я за этим пришла в соцсети. Шоппинг или косметология? Время. Косметология. Косметология. Ну, даже не столько, может, косметология, но я пойду лишний раз на массаж. Потому что это и отдых, и удовольствие, и здоровье, опять же. Вот как часто вы себя балуете? Знаете, у меня есть один, опять же, планирование, да. То есть вот у меня запланирован один день в неделю, это суббота. Потому что воскресенье – это семейный день, это тоже незыблемое правило, когда я посвящаю вот себе. Там может быть и шоппинг, и косметология, и баня, да. Вот один день в неделю, во всяком случае, я стараюсь. Комплименты или критика? Комплименты, конечно. То есть критику вы не воспринимаете? Да нет, не то, что не воспринимаю, я стараюсь из этого извести что-то полезное и нужное. Да, я понимаю, что если люди критикуют, то это нужно просто принять, переварить, и что-то для себя нужно и полезное вынести. А чью критику вы можете принять? Да, хочу. Мужа? Конечно, с удовольствием. Потом, любящие тебя люди никогда не будут тебя критиковать, во-первых, зло, неконструктивно. То есть они, если это сделают, то только для того, чтобы, опять же, это пошло тебе на пользу. Что вы делаете со своими старыми вещами? Вы знаете, мы в прошлом году придумали такую акцию, на самом деле не мы ее придумали, а мы, опять же, да, из тех множества журналов, которые выписываю. Я прочитала, что давно уже в Лондоне, вот круг известных девушек в Москве, вот Мирослава Дума организовала, продают свои вещи, какие-то дорогие вечерние платья, но один-два раза надеванные, потому что это специфика вечерних нарядов. Когда ты выходишь в каком-то платье, ты уже в два-три раза, вы это знаете. Да, после того, как засветишь, уже не можешь. Мы стали продавать эти вещи на благотворительность, и мы уже дважды проводили такую акцию со своими подругами, продавали эти вещи. Сейчас мы планируем делать такую продажу через наш сайт, вот Season KZ, который на сегодняшний день один из самых популярных женских сайтов. У нас есть рубрика «Барахолка», но мы хотим выставить туда как раз вещи на благотворительную распродажу. Семейный ужин или фитнес? Семейный ужин, конечно. Семейный ужин. Вот я знаю, что вы очень редко говорите о личном, практически, вот только в журнале ССОН. Я просто, Динара, считаю, что не всем интересно знать о личной жизни издателя. Почему? Интереснее знать о личной жизни такой звезды, как вы, да? Спасибо большое. Но я думаю, что про вашего мужа тоже интересно знать, и тем более, что он у вас известный бизнесмен. Но он же был неизвестным, когда вы встретились. Не таким известным. Нет, он был в своей сфере тоже известен, потому что он в прошлом профессиональный спортсмен, вице-президент Федерации бокса Казахстана. Казахстана, то есть каждый в своей сфере, да? Сейчас вот он известен как бизнесмен, как один из владельцев своих крупнейшего завода в Казахстане по переработке стекла. У него множество проектов по энергосбережению. Поэтому он в своей сфере, вот именно в сфере своей деятельности, я думаю, он очень известный человек. Ваш супруг помогал вам в начале вашего бизнеса, может быть, финансово как-то? Ну да, это тоже, вот я рассказывала уже эту историю, что когда мы только решили зарегистрировать журнал «Сезон» со своими подругами, коллегами, Татьяной Емельяновой, Саулесой Медин, я попросила своего мужа 300 долларов на регистрацию компании. Вот это вот было вложение, которое нам было необходимо и которое он сделал. Журнал «Сезон» 15 лет, да? Когда вы его начали издавать, на рынке не было ни одного казахстанского журнала, да? Нет, вообще ни одного местного. Ни одного, даже франшизы. Даже франшизы, да? Но вы это сделали, но сейчас 21 век, все уходят в интернет, да? Вот как вы думаете, глянец будет жить? Знаете, вот я уже говорила о том, что мы несколько лет являемся членами ФИБ. Соответственно, мы посещаем различные конгрессы, конференции, где собирается вся издательская элита мира, крупнейшие издания мира. И даже один из конгрессов так и назывался, «The Magic of the Magazines», да? Это магия журналов, что у журнала собственная магия. Когда появилось телевидение, все предрекали скорую смерть театру. Но театр как жил, как живет и еще будет жить, потому что это совершенно особый вид искусства. То же самое можно сказать о глянцевом издании именно в печатном варианте, потому что у сезона есть онлайн-версия журнала, можно приобрести электронную версию, и вам на почту будут приходить. Но это другой вариант информации, потому что у журнала, как и у книги, да, есть и электронных книг сейчас множество, но все-таки книга, запах, вот это вот соприкосновение с бумагой. Потому что я всегда говорю, это диванное чтиво, как-то вот даже с планшетником на диване не так комфортно лежать. А все-таки глянцевый журнал – это диванное чтиво, оно так называется вообще. То есть когда человек приходит, отдыхает, расслабляется, ему хочется читать именно вот газету, не газету деловую, да, не новости какие-то, а именно вот глянцевый журнал, потому что это отдых. И поэтому, как вид средств массовой информации, у него абсолютно совершенно свое место и в сердцах, и в умах, и на рекламном рынке. Поэтому я не думаю, что эти разговоры вообще конструктивно имеют под свою почву. Если завтра вы продадите, к примеру, журнал «Сезон», и там не будет Джамиля Эмбетовой, он будет жить? Знаете, я об этом не думаю, потому что я не хочу продавать журнал «Сезон». Ну, на самом деле, это дело все-таки моей жизнью, я даже думаю, что я буду передавать ее по наследству. Слава Богу, есть уже кому. Думаю, что моя дочь захочет заниматься этим, да, сын не знаю, сын, наверное, по папе, но в стопам все-таки пойдет. Я бы хотела, чтобы она занималась, потому что, опять же, повторюсь, для меня это лучшее дело вообще, которое можно для девочки придумать. Ну что ж, я желаю вам многолетней истории, как у журнала «Вог», «Эль». Спасибо за предупреждение. Да, спасибо вам большое, что прилетели к нам в Астану, я вас поздравляю еще раз с 15-летием журнала «Сезон», и пусть журнал «Сезон» остается таким же интересным, я думаю, что еще больше женщин, подрастающего поколения, молодые девушки растут, да, еще больше желающих будет попасть именно на обложку журнала «Сезон». Спасибо вам большое. Спасибо большое, вы смотрели программу «Статус-кво», и сегодня у меня в гостях был издатель первого глянца в нашей стране журнала «Сезон» Джамиля Аймбетова. Всего доброго, увидимся в следующий четверг. Спасибо.